А спонсор сегодняшнего ролика это сервер дискорде Embronia, то самое место, где вы сможете поучаствовать в мультиплеерных партиях по Хойке. Также здесь есть отдельная категория серверов Майна, я знаю, что многие из вас его любят, и здесь вы сможете поиграть не одни, а с другими людьми. Также есть текстовые, ролевые и военно-политические игры. Для кого-то это будет новинка, а кто-то матерый может уже зайти туда и показать свой скилл. Если же вас не сильно интересуют сами игры, то вы здесь найдете приятное общение и отзывчивое руководство, так что хорошо проведете свое время за приятным общением. И отдельно обратите внимание на разнообразные события и ивенты, в том числе с призами, которые проводятся на сервере. Кто знает, вдруг именно вам повезет что-нибудь выиграть. А так, все ссылки в описании, переходите, зацените, участвуйте в сетевых кампаниях, партиях, общайтесь и весело проводите свое время. Всем привет, с вами Тархонт и сегодня у нас Тану Туа через Японию. Да, мы здесь можем сыграть за Тану Туу и привезти японцев. Кампанию Ясада и заценить новое древо фокусов. Ранее играл за некоторые другие направления, за демократов, за местных коммунистов, за местную монархию. Если вдруг не видели, зацените, целый плейлистик с этим есть. Но сегодня у нас будет поворот направо и корпоративный эксперимент. Позовем пацанов из Японии и вместе будем пытаться развиваться. К чему же это приведет, а узнаем в этом ролике. Разработчик мода написал, сказал, что достаточно интересный вариант, давайте его и заценим. Ссылку на мод вы как всегда найдете в описании. Ну а мы с вами стартуем с великого нового будущего. Выбирать наш с вами курс. Туа здесь сделана, очень интересная древо фокусов. Сама страна со старта имеет намного больше дебаф. Это вам не оригинальная туа, за которую достаточно легко с помощью советов делаются первые захваты. Потом Япония с Китаем выпиливаются и дальше это уже имба. Здесь все посложнее, подольше, поинтереснее. Конечно же есть свой лор, поэтому благодаря этому играть намного лучше. Так что усаживайтесь, ролик вас явно порадует. Давайте стартовать. Поворот направо мы с вами взяли и теперь оно надо добиться стопроцентной готовности. Здесь открываются как раз таки новые решения, где можем подготавливать генералов, политиков, захватывать вооружение. При этом против нас будет действовать правительство раз в 90 дней, поэтому надо активно готовиться. Сама же ветка фокусов сделана так, что со старта ты все равно выйдешь сюда в надежду туинского народа. А уже потом, чтобы уйти в другие направления, в том числе и в японцев, надо будет следовать определенным условиям, которые написаны в гайдах. Так что можете здесь достаточно просто и легко посмотреть, что вам надо. В нашем случае это Такудзи и Ясуда. Если же захотите других, то тут варианты тоже описаны на будущее. Если что, я планирую, если вам зайдет еще и Юневича сделать, это путь с культом Иуды. Да, вот такой вот интересный путь здесь реализован. Он чуть сложнее, но не менее интересный. А сейчас давайте прожимать данные решения и копить себе стопроцентную поддержку. Благо, пока мы это ждем, нам никто не запрещает делать обычное стандартное древо на решение проблем внутри страны, на реформу армии и развитие кавалерии. Притом тут еще ивент, смотрите-ка, семинар, раздор, шеф, опыт армии, организация дивизии, атака дивизии. И фашисты теперь будут называться правительством Шомы. Что нам добавляет? Также дополнительную готовность. Ну а решение, повторяющееся. То есть тебе просто надо со старта копить ресурсы, а сейчас их активно тратить на то, чтобы у нас поддержка росла и росла. Вы или 36-го года, 100% накоплено, несколько фокусов в армии как раз покачал, здесь решение проблем начал, ну и давайте. Наше дело правое. Новая партия, и персонажи, которых мы не завербовали, будут репрессированы. Ну, что поделать. Новых потом наберем, не проблема. Притом сейчас еще один политик перейдет на нашу сторону, можно посидеть чуть подольше, получить больше политиков, тут выбор за вами. И самое интересное, что фашисты здесь не коричневые, нет, они здесь зеленые. Цвет новый, фашисты другие, так что это не коричневая угроза, это зеленая угроза. И, собственно, страна у нас тоже приобретает зеленый цвет. Наше дело правое. Новый лидер. Дебафы все те же самые, но возможности передвигаться дальше, скованные одной цепью и одной целью. Восстановление и улучшение Тувинской армии, также наша корпорация. Профинансируем небольшие предприятия, они стали полноценными корпорациями. Ну и также, улучшив сейчас и взяв признание Японии, мы можем призвать их к себе. Плюсом к этому у нас еще вырезание гнили, разборка и укрепление власти, дабы прописать себе чистую нацию. Ну давайте. Готовить почву, укреплять власть нынешнего лидера и постепенно готовить его к передаче вот сюда вот, к корпоративному эксперименту. Сейчас у нас наступает интересный этап признания. Вот эту вот веточку открываю, благо бюджет позволяет. Да, здесь есть внутри страны бюджет, который надо поддерживать, иначе если ты уйдешь в минуса, то держи кучу дебафов. Сейчас мы признание от Японии получаем, и нам не надо ее добираться, мы можем сразу же от этим фокусом полное признание здесь от японцев получить. Потом также надо от Китая, от Британии, вдобавок к этому еще и от Советов признание тоже получить. Иначе почти через два года Советы к нам придут в гости. А мы этого явно не хотим. В августе 37-го добиваемся признания от Советов. Теперь нападения не будет, интервенция. Все, минус, при том у нас отношения с Советами вполне себе приятные, улучшены дип-отношения здесь. Сейчас мы также с Китаем завершим, с британцами, и они тоже нас признают. Самое приятное, это не просто признание какое-то, а уменьшение вот отсюда дебафов на политку, на стабильность, на госдоход. А то до этого у нас политическая власть вообще не росла. Сейчас все станет лучше, и вдобавок к этому мы перестанем тратить наш бюджет, потому что каждая прожать вот этого решения требует денежек. Ибо нам надо копить 500 тысяч, чтобы взять вот этот вот фокус. И да, кстати, вырезать гниль не берите до того, как признание от Советов получите, а то тут минус 50 к отношениям, это немножечко подпортит вам улучшение жизни. Все, признание получили, давайте хоть и войдем в долги, но возьмем наши корпорации. 500 тысяч из бюджета, у нас всего 230. Открываются решения уникальные для данного правителя, это строительство, улучшение регионов, пригородов. Но мы этим заниматься сейчас не будем, у нас бюджет, потому что сейчас и так увидит большую такую дырочку от корпораций. Но нам надо ее суду уже открывать и прокачивать ее влияние. Да, критический долг, ну как бы взять в долг, и все. Никаких кризисов, к счастью, нет, но нам за это время надо накопить 1250. Так что сейчас не будем какое-то время никуда тратиться, нам нужны денюжки, и нам нужны инвестиции в жизнь, в космос. Будем ужимать наши траты, дабы потом в долги не влазить. Гражданское процветание дает нам другой доход в 2000, а также конструкторское бюро на жизнь. Фабрики минус 20, о, плюс население, максимум фабрик в регионе, это жирно. Сейчас еще посмотрим, что нам даст космос. А космос дает нам тоже 2000 дохода, и новое бюро на темпы следований плюс 25. Ух. Но самое прикольное, что мы не можем их пока назначить, это будет борьба потом этих двух корпораций, только далее можно кого-то выбрать. Но учитывая то, что мы в Ясуду уходим, то, скорее всего, ни то ни другое нам не светят. И у нас будет лишь японский промышленный концерн, который нам открывает решение связи с Ясудой, другой доход плюс 3000, и бюро на политку на скорость третьего и госдоход. Тоже неплохо, кстати. Абсолютно Мацудзава-сан. Вот теперь у нас эти решения, и нам надо влияние их сделать больше 80%. Поэтому давайте все больше и больше брать себе бюджет, инвестиции просить, доходики. Как раз сейчас с долгами будем разбираться с помощью японцев, они получат у нас власть, и мы перекатимся в их правление. Та-да-да-да, апрель 38-го, 97% влияния Ясуды. Ну и вроде как должен быть переворот. После этого дожидаемся теперь события, я тут заодно начал немножко в космос раскачиваться. Ну, пока у нас лидер есть, решил немножко поулучшать его. И вот оно. Дзайбатсу победоносные. Они подчинили себе нашу финансовую систему. Все, их победа. Древо у нас теперь это убирает. У нас теперь есть фокус убрать тувинца. И как вы понимаете, это нам позволит уйти вот сюда вот в другие фокусы. Правда, убирая его, нам теперь уже не будет доступно это древо. Мы не сможем здесь раскачиваться, бонус свои получать. Но я думаю, это не страшно. Давайте уберем тувинца. Японцы захватывают власть в нашей стране. Жаль, конечно, что космоса нет, но ничего не поделаешь. Зато благодаря ним мы бюджет выправили и долг потом без проблем выплатим. Где тувинизация? Он хотя бы ушел с боем. Корпоративный эксперимент у нас теперь. С вами тувинский филиал Ясуде. Новый флаг. Банкир-джентльмен. Политка. Госдоход. Здесь, как видите, Ясуда поставилась. Ну и теперь новое древо. Нам открывается вот это вот. Эш-3 по древу. Операция Коридор. Разработка плана по быстрому захвату Монголии, дабы сфера сопроцветания имела прямой сахопутный путь к нам. Здесь мы будем отношения с Японией и покончим с тувинской государственной суммы. Ну и позвать пацанов. Обновление акций. И мы в итоге не в одиночку будем, а позовем своих друзей. Это у нас Митсубиси, как я понимаю, да, Сумитомо и Митсуэ. Вместе с ними будем в туу вести к величию и грабить народ. Открывается филиал Митсубиси как раз. Вынуждение согласия. У нас Митсуэ филиал тоже открывается. И приложение копателям. Филиал Сумитомо тоже будет открыт. Мы спасены. Вот они трое. Обновление акций со временем. Мы можем инвестировать в них по 50 тысяч и выбирать в кого хотим инвестиции сделать. А дальше уже по фокусу мы можем открывать новые филиалы. Процентную ставку здесь себе повышать. Инвестировать в кого-то одного. Но я предлагаю сначала заняться коридором. Пусть они там на нашем рынке пока осваиваются. А акции вот как работают. Смотрите-ка, просто если выросли, то мы получаем 20% и бюджет изменяется. А если нет, то мы теряем все инвестируемые деньги. То есть это просто риск, в который мы можем даже и не вкладываться. Плюсом к этому... А, кризис 2М. Спасибо. Ставка, политка, доход, процентная ставка. И мы автоматически выполняем фокус вот здесь вот. И мы должны либо успокоить их и поддержать кого-то. Либо же пусть тонут и поддержать чисто сумми Тома. Постепенно как раз разрешив кризис. Новый филиал, кстати, просто сам по себе пропущен. Инвестиции тоже. Ну блин, это грустно немного, конечно. Но кто же знал, что надо прям полностью ими заниматься сразу же. Зато, кстати, 150 тысяч сэкономили и бюджетик сюда не потратили. Притом смотрите, как здесь взаимосвязано. Хочу быстренько развиваться сюда. Нельзя, надо взять отряды, которые находятся здесь. А здесь мы уже сделаем переформирование нашего банка. Он исчезнет, и мы отдадимся полностью единой банковской системе японцев. Ох, ну ладно. Выбора нет. Давайте этим заниматься. О, заработайте со всех дзайбацу на бирже, джекпот. О, все в гору пошли. После кризиса-то. Ну да, ну да, ну да. А мы никуда и не вложились. Так что заработка как бы нет, но он как бы есть. Самое главное, что у нас денежек достаточно, и мы в долг в новый не войдем. Еее, 100 тысяч вложили. И получили 21. Ну, спасибо. Вот вам и веселье. Игра с акциями, и с банками, и с ростом или падением в Хойке. А вы говорите, Хойка ничему не учит. Еще новый подраздел это японское отношение к нам и японское одобрение. Нам его надо держать на достаточно высоком уровне, иначе наш путь не дойдет куда надо. Но благо здесь проченькие решения, где просто опять же надо тратить политку. Сейчас мы с вами отказываемся от нашего банка, а следом дейноцификацию проводим. И все тувинские советники, давай, до свидания. Грустная вещь, учитывая то, что здесь очень хорошие советники, которых бы я с радостью отставил. О, невеликая депрессия, потерять все инвестированные деньги на биржу. Все видишь, в минуса пошли, а мы никуда не вкладывались. Зато ачивки одна за одной идут к нам. Все, остался здесь только этот, здесь теперь никого нет. Ну все, военного руководства вообще не имеем. Ну и политики, кстати, хотя бы некоторые остались, и на том спасибо, вот тебе наставку плюс. Ну и я думаю, со временем нам новых как раз политиков тоже дадут. Свой среди своих, свой среди почти своих. И в армию уйдем, у нас все дебафы от тувинской армии превратятся в дебафы именно японской армии. И получим новые дивизии, кстати. Да, вот этот ивент и акция Митсуэ с большим шансом вырастут в течение месяца. О, есть цель, не вижу препятствий. 300 тысяч, сюда вот, погнали. Если повезет, то будет отлично. Да, повезло. 63 тысячи давайте сверху. А это, между прочим, наш месячный доход, даже чуть больше. Но японские командующие, это мое почтение. Да, да, злоупотребление, старая гвардия, старая гвардия. Идите куда подальше. Дали нам немало дивизий. Спасибо. Видишь, местные самураи с военной полицией. Ну и теперь можем начать операцию, где Япония и мы, японские вассалы, нападут на Монголию. Советы тут не будут вмешиваться, так что можно за это не переживать. Операция начинается. Смотрите-ка, Монголия освобождает сразу же. Все на нее нападают. И у нас тут цель теперь появляется. Просто их победить. 1-8 это не так уж и много, поэтому сразу же вперед. Столица Монголия. Будем здесь вносить основной вклад, надеюсь. Также здесь вперед. Победа будет за нами. Интересно, дадут ли нам какое-то время на эту битву, или же можем просто без ограничений сражаться. Обновление акций, переход на новую валюцию. Нет, здесь вроде как никаких ограничений нет, поэтому можем сражаться столько, сколько захотим. Прекраснейшая новость, учитывая то, что мы сейчас еще армию Монголия закотлим. Им явно будет не очень-то радостно. Ну а победа, скорее всего, будет за нами. Вклад у нас в 33% есть. Хотя и японцы тут тоже, видишь, вовсю сражаются. Все, скриптовый мир. А, все нам. Вау. Ладно, это мы просто до столицы дошли. И скриптовый мир сразу же. Неплохо все территории наши. Теперь их, правда, надо содержать. Но это уже неплохо. Можем сделать особую экономическую зону в Монголии. Давайте три дня потеряем, это не страшно. И сделаем здесь новое управление. Теперь Монголия. Это страна, которая в альянсе с Японией. Но мы не с альянсой с Японией, да? А, нормально. Отдали нам, а мы потом все отдали японцам. Ладно, такое тоже бывает. Давайте хотя бы к сфере присоединимся, а то немного странно. Мы завоевали вместе Монголию. Нам ее отдали, мы обратно передали. И только сейчас мы вступаем с ними в один альянс. Приватизировали их ресурсы. И, наконец-таки, приватизация зоны. Интегрированная марионетка в рамках нашего государства. И теперь у нас выбор. Как продавалась степь. Мы можем просто ставку получить. Можем совет директоров Митсубиси. К государству присоединяется. Митсуэ или Сумитома. Нет, давайте управление под собой оставим. Акции мы не сильно используем. А приватизация зоны нам не повредит. Если что, здесь еще контроль Дейхары можно сделать. Если бы у нас был другой лидер. Именно вот отсюда у нас было бы немного другое управление территориями Монголии. А именно, своеобразная зачистка. И они все равно бы стали интегрированы марионеткой. Так что плюс-минус, древо одинаковое и для нашего лидера, и для другого. Но мы с вами решили через корпорацию пойти. Правда, самое неприятное, что... Почему они теперь сражаются? Я не очень понимаю. Но мы теперь сражаемся против Китая. Хотя, как сказать, мы. Наш вассал сражается против Китая. Но не мы с вами. Ага. Ну да ладно. Мир нас к такому немножко не готовил. И это то ли шутка, то ли еще что-то. Но вот эту дорогу, да, Пусан-Син-Эду, да, построил. Вроде бы логично, чтобы она проходила через нашу территорию, да. Но она проходит через территорию почему-то советов. Я не знаю, почему это так, но... Она сделана, но... Не до наших территорий. То есть вот эта дорога построена, и она уходит к советам. Почему не через Улан-Батор и не отсюда? Я не очень понимаю. Я тысячу деньжат вложил, надеялся, что мне тут дорога будет. А вот... Нет. Не всегда, что написано, является правдой. Точнее как. Сто процентной правдой. Дальнейшее древо фокусов. Я решил связать японскую научную базу, чтобы у нас чайка исследования еще была. Ну и сейчас у нас работа, чтобы жить. Экономика дзайбацу. Больше производства денег, но народ растет хуже. Ненормированный рабочий день. Опять же дебафы на приросты на стапку. Закупить рабочих из Китая. Ну, самое время, учитывая, что мы с ним воюем. И детский труд. Да, да, да. Все это для кризиса самоуправления, чтобы прийти сюда. И дальше, видимо, придется изменять свою политику. Идти на переговоры. И выходить в фокус после пожара. Который еще неизвестно, что нам даст. Ну и, кстати, надо не забыть еще немножко поулучшать эксплуатацию ресурсов. Но тут нужны деньги, а денег у нас маловато. Бюджетик так слегка страдает. Его все-таки не очень много. Но, по крайней мере, по 120 тысяч уже рост есть. Еееее. День, когда заводы встали. Будет добавлена идея кризиса управления. Прекрасно. Акции упадут. И кризис управления автоматически выполнен. Восстание рабов. Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным. Томас Пейн. И так как все мы люди, то у нас теперь новый выбор. Куда двигаться дальше. А именно вот здесь вот. Через продолжать угнетение. Разбираясь с кризисом управления. Либо же изменить свою политику. И все же пойти на переговоры, чтобы уйти в после пожара. У меня, знаете, небольшой такой вопрос. Я кочевников открыл. Сейчас у нас в стране проживает 630 тысяч кочевников, да? Кочевники составляют 500% нашего населения. Это как так возможно-то, а? Ну, у нас всего-то как бы в стране 120 тысяч, а кочевников 600. Почему я их использовать не могу? Ну, короче, это система, где надо с кочевниками вот тут вот бороться. Постепенно их заселять. И благодаря этому мы сможем потом в индустриализацию идти. Но что-то как-то кочевники плодятся просто с дикой силой. Как кролики прям. Если что, в Китае я тоже немного развлекаюсь. Помогаю своей армией. Бюрократизация экономики. Оу. ВВП от фабрик в два раза. Вы издеваетесь? Эх, доходики мои, доходики. Росли-росли, а они берут и ВВП срезают. Вот спасибо им за это. Ну, ничего. Главное, что в Китае у нас шансы есть. И, между прочим, 8%. Правда, 50 тысяч солдат положил. У меня рекордов больше нет. Я положил столько же, сколько у меня в армии сейчас. Но вклад добил. А это уже хорошо. Потому что Китаю не так уж и много осталось. Открыли свой казик. И мы теперь можем нанимать работников. Мда, прекрасно. Тратят столько денег ради того, чтобы его построить. Но бюджет пока позволяет. Позволяет. Свой Лас-Вегас будем строить. Правда, я бы не против. Еще образование для тувинцев прописать. И чек-уследование взять. А то с двумя немного сложновато. Простите, что? Бразилия решила напасть на новое предстоит Китая. На Болгарию. На Италию. А-а. Ну ладно. Исторический режим вроде был врублен. Но что-то как-то это не пошло, да? Притом и финны тоже. В ноябре 41-го уже Питер забрали. Мда. Мир не будет прежним. Случай в тувинском казино. Можете ознакомиться. Здесь интересная история на самом деле. И вы действительно идиоты. У нас постройка завершена. На 50% уже построили. Сейчас еще здесь потинка даст нам 5%. Здесь еще немножечко проценты получим. Ну и оставшиеся придет с помощью денег. Благо бюджет уже получше себя ощущает. И что, простите? Март 42-го, да? Как бы финны с немцами легко громили, да? Советов. И они заключили мир. Посмотрите просто сколько немецких дивизий теперь в котле. Еееее. Афины-то на советской стороне играют. Просто посмотрите на это. Ух, ух, ух. Советы сейчас уничтожат. Здесь просто много, много, много немецких дивизий. В то время как, между прочим, Ось-то благодаря финнов на севере прорвалась почти к Саленграду. Кавказ забирают. Мда, мир весьма интересный. Если б не финское перемирие, мне кажется, Ось бы уже в скором времени была под Москвой и Сталинградом. А так их, скорее всего, остановят. О, во время строительства казино Ясады уйти в минус. Еееее, еще одна ачивочка. А дело в том, что... У нас минус реально. Да, минус 8 тысяч долг. Ну, это не страшно. Прямо, знаешь так, на грани, чтобы не уйти в кризис. И, наконец-таки, мы достраиваем Гранд Син. Эда, прёст политки. Население чуть меньше статки, зато госдоход плюс 15%. Все 100% выполнены. Нам, правда, еще дают возможность выполнять, но уже откажемся. И так бюджет страдает, уже в долгах. Но зато построили то, что позволит нам эти долги отбить. И да, это последний фокус во всем этом уникальном новом древе фокусов. То есть, древе фокусов средоточено на контроле Монголии, а потом просто развитие внутри страны. Дело с бюджетом. Никаких особых расширений или прочего здесь не планируется. Сразу же учтите. Все. Бонус получили. Событие джекпот. И пройдет событие недели спустя. Иллис позвал своих друзей, чтобы отпраздновать выигрыш. 100 фишек номиналом 5000 йен каждый. Оооо, красавчик. У нас тут улучшенная армия на максимум. Смотрите, атака и защита плюс 25%. Правда, рекрутов нет, поэтому отолку от этого. Бонусы как раз сейчас здесь от дохода. Экономика дзайбацу дает свои бонусы. Ну и аграрная страна и кочевое общество до сих пор остались, потому что у нас еще с вами всего-то 400 тысяч кочевников в стране живет, с которыми что-то, конечно же, надо делать. Ну и неделю спустя обратно пошел. Из всего того, что он выиграл, ничего не осталось. Ему теперь страдать. И вот до чего доводит азарт. Он вышел и утопился в реке. Такая вот судьбинушка, если будете увлекаться такими плохими вещами. А так это все. Древо официально я закончил. Не сильно длинный ролик. По сути, здесь из уникальных механик. Это экономика, которая для всего мода. А именно к этому направлению это относится фондовый рынок. То есть да, можете немножко поиграться с акциями, с процентными ставками. Бюджет себе реально приподнять намного больше, чем у меня сейчас. И даже без этого доход у нас тоже очень хороший, итоговый. И его можно тратить на основные фокусы. А так, древо закончено. Дальше можно просто красить. Есть вассаловый Китай, с помощью которого можно получить 600 тысяч рекорд. Это позволит маломальскую армию создать, тех же японцев выкинуть, стать здесь и главой Китая. Но геймплейного интереса в этом уже мало будет, так как древо фокусов закончено. Японская корпорация привела Туву к величию, но вот народ Тувы явно не особо этому рад. Ну, а кто его уже спрашивает, зачистка прошла, и теперь японцы управляют Тувой. Такая вот интересная у нас вышла история. Ссылку нам вот найдете в описании. Ну, а я надолго не прощаюсь. До скорых встреч в новых видео.